Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами немножко поговорим о Diablo 2 Resurrected. Вот разработчики наконец-таки приоткрыли завесу тайны по поводу предстоящего первого сезона. И он придет в игру вместе с патчем 2.4, а тесты этого патча будут проходить где-то в начале 2022 года. Как и в классической Diablo 2, так и в Diablo 2 Resurrected будет 4 типа ладера. Это классическая и хардкорно-классическая, то есть с первого по четвертой акты, а также как расширенные и расширенно-хардкорные ладеры, то есть это с первого по пятой акты. Кроме того, что будут просто перезапускаться события, то есть мы опять-таки будем стартовать с нуля ни голды, ни единые руны, будут еще и перерабатываться некоторые моменты, чтобы игрокам было играть интереснее. Во-первых, будут вводиться новые руннословные рецепты. Второе, будут балансироваться персонажи. Но что касается баланса персонажей, это не относительно первого сезона, а относительно игры в целом. Поэтому это ребаланс игры, а не сезона в целом. У амазонки будут делаться акценты на луки. Ассасинка в общем и целом будет усиливаться, чтобы как милишные навыки, что навыки ловушек, работали эффективнее. Волшебница будет усиливаться, будут пересматриваться другие стихии, отличные от молнии. Допустим, тоже умение гидры. У паладинов будет делаться акцент на атакующие ауры. Ну как холи шок, холи фриз, холи фаер. Чтоб они были более эффективными. Хотя дуал дрим паладину куда там больше эффективность. Ну да ладно, не важно. У некроманта будет делаться акцент в сторону петовода на скелетах магах. У варвара будет делаться акцент на метательное оружие. У друида также будут пересматриваться некоторые стихийные атаки. И, как отмечает компания Blizzard, это всего лишь наметки. Ну или капля в море информации, которая нас ждет в ближайшем будущем. По поводу патча 2.4 и первого сезона. Также будут перерабатываться и наемники. Потому что сейчас 99% игроков играет только с одним наемником. Это безусловно песчаником со второго акта. Но, как отмечает компания Blizzard, благодаря новым рунным словам, новым рецептам для куба характера по улучшениям нашей экипировки, наемники из других актов тоже будут уместными. И еще раз повторюсь, что изначально патч 2.4 появится на ПТР сервере, как это принято в Diablo 3. То есть там он будет тестироваться, и эти тесты будут проходить в начале следующего года. Эти тесты будут открытые, но и любой из вас может принять участие в тестировании патча. Что же касается наших героев, они просто будут несезонными. И когда завершится первый сезонный поход, то, что вы там накопили новые руннословные предметы, которые вы соберете, они просто станут несезонными. И вы без проблем их сможете использовать уже на несезонье. Но не создавать их, потому что эти рецепты работать будут только на сезоне. Ну или как там решит впоследствии компания Blizzard. Вот такие вот новости. По поводу дополнительных наград еще никакой информации нет. Но появится она, конечно же, в начале следующего года, на тестах. Тогда мы уже будем иметь полное представление, что же нас ждет в первом сезоне. Ну а пока, ваше мнение, впечатление, все оставляйте в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, за просмотр, не болейте. Ну и желаю удачи в фарме контента. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока. Субтитры сделал DimaTorzok